Привет! Я Лёня Пашковский, и я в Западной Африке, в стране под названием Бенин. Вы вряд ли про такую страну слышали, но, тем не менее, она очень интересная, здесь очень много всего происходит. Например, здесь до сих пор существуют африканские короли. Многоженство в этой стране среди обычных даже людей поддерживается и даже приветствуется. В этой стране живут множество древних племен, которые до сих пор живут своими древними уникальными традициями. Здесь все население абсолютно исповедует культ Вуду. Мы сегодня прогуляемся по городу, я расскажу вам истории, которые знаю про эту страну, покажу вам, как здесь живут люди, мы пообщаемся с какими-то случайными прохожими. В общем, погрузимся в атмосферу страны, почувствуем ее. Я думаю, это будет классное, веселое, интересное приключение. Одна из частей местной культуры, которая меня просто поражает, которой я восхищаюсь искренне, это местные вывески. В основном вывески парикмахерских. Это всегда произведение искусства. Всегда... Ну, нет никакой стандартной вывески. Они никогда не повторяются. В каждой парикмахерской вывеска уникальна. Там всегда портрет человека, красиво постриженного. Написано парикмахерская. Часто у них есть еще название парикмахерская бога. Или парикмахерская бог существует. Или парикмахерская благословение. Зайдем в парикмахерскую, попробуем. Посмотрим, какой делают стайл. Ну, посмотрите, вот какой можно здесь сделать выбор. Я не знаю даже, как это называть. Декора. Это не прически. Это уже какой-то декор и дизайн на голове. Такие вывески делают не только для парикмахерских. Для всего абсолютно. Для магазинов, продуктов, для магазинов техники. Прокат там фотокамер я видел такой. Отелье. Все что угодно. И везде нарисованы вот такие вывески невероятно красивые. Вот, мое любимое. Даже человечка Мишлен нарисовали. Кайф. Блин, это... Не знаю. Мне кажется, это фантастическое искусство. Я, кстати, сам так классно рисую, что мог бы без проблем стать самым знаменитым художником по рекламе в Африке. И у меня уже даже есть первый клиент. Авиасейлс. Поиск дешевых авиабилетов. С помощью них я, кстати, и добрался в Бенин. В общем, если нужна красивая продающая реклама, обращайтесь. Еще одна вывеска. Прекрасная, красивая. Даже если мы не умеем читать по-французски, можем понять, что здесь продается рыба, курица. Это похоже на стопу человека, честно говоря. Какие-то, не знаю, ребрышки или сосиски, хвост. Сделано это для того, чтобы даже необразованный человек понял, куда, зачем ему нужно идти. Потому что уровень образования в этой стране очень низкий. Вот, поэтому, конечно, вот это все очень нужно. Зовут... Зовут чего-то поесть. Здравствуйте. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Смотрите, как обувь красиво продается Как колокольчики на ветру Шелестит Красота Ну вот магазин на улице Развешаны современные шорты Майки Вот парень сидит красивый Bonjour I like your style What are you eating? What is this? We're going to eat We're going to eat It's a tea Café? Yes With pain It's what we're going to do 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 Мне очень нравится Вот прям Одна из лучших вещей в этой стране Что мужики все ходят В красивых традиционных нарядах Просто посмотрите на это Смотрите Это очень красиво Подавляющее большинство мужиков Как и женщин ходят Вот в этих ярких классных одеждах Мне еще что нравится Что пошивом занимаются Далеко не только девушки Наоборот я чаще вижу Что пацаны Сидят за швейными машинками Причем швейные машинки Такие вот всегда Старые Красивые Классические Вот Все И пацаны шьют Свои же красивые Пацанские Костюмы Блин Эти ребята Такие классные Что мне захотелось Сшить у них костюм Я решил выбрать ткань Посмотрите Смотрите какой вот Выбрал вот такой вот узорчик Это козы Козы Очень важная вещь в культуре местной И вот такой вот странный узор Руки И отрубленные пальцы Не знаю, что это значит Окей Окей Такие И так Четыре Окей Мне нравится ткань Очень красиво Супер Ха-ха-ха-ха Феерия краса Смотри, какой стиль Афи-апи Ооо Мне нравится ткань Да Афи О, смотри Барбари У него Барбари Барбари Понимаешь? Я его мота Ха-ха-ха Спасибо Ты rapер Музыщик? Да Да Ты делаешь музыку? Да Вау Ты можешь rap? Да Я люблю Это теттичо Я люблю Я люблю Я люблю Я люблю Драк Снапдон Я люблю Драк 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 Посмотрись какая девушка красивая Мама Бабя Ебе Ооо Ебе Ебе Сами Ебе Могак Сами Сами Кеннесси? Вау Татси Татси Воу Вау Вау Татси Воу Ух Та ба Та ба Та ба Ла Та ба Та ба Та ба Та ба Я хочу денег! Давайте обратимся к ребятам! Надеюсь, они будут рады заказу! Привет! Я хочу сделать закрытую для себя. Это для меня. В любом случае, да. Да, 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 это. Держи, 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 держи. Хорошо? Угу. Угу. Посмотрите, какое жильё. Да, казалось бы, город и кругом дома, и всё выглядит прилично. Но вот на втором этаже вот у людей такое вот жильё разрушенное. Здравствуйте! Это английское? О, это жилье для этого. Я не знаю про это. Вы французские? 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 Французские. Французские? 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 Нет? Французские? Окей. Сто процентов с каждым из вас хотя бы раз такое было. Подходит на улицы иностранец, пытается что-то выяснить по-английски. И большинство из вас, я уверен, после этого говорили себе «Всё, точно теперь выучил английский, теперь точно хватит быть этим человеком, который на языке жестов пытается изъясняться и наконец-то стать тем, кто свободно говорит с любым человеком в любой точке мира». И вообще это не так сложно, как кажется. Чтобы довольно свободно разговаривать и покрывать 85% тем для диалога, достаточно выучить 3000 английских слов. Это примерно как учить по 8 слов каждый день в течение года. Мы с онлайн школы английского Skyeng подготовили для вас бесплатный бокс с материалами, чтобы эти 3000 слов вы выучили играючи и с удовольствием. По ссылке в описании есть чек-листы самых употребляемых слов, подборки фильмов и книг, которые можно смотреть и читать в оригинале, браузерное расширение, чтобы тренировать новые слова. Всё это разбито по уровням и абсолютно бесплатно. Просто берите и прокачивайте свой английский самостоятельно до уровня Upper Intermediate. Skyeng уже больше 10 лет учат английскому так, что это больше похоже на увлекательное хобби, чем на учёбу, и 60% учеников преодолевают языковой барьер уже через 3 месяца обучения. Они собаку съели на интерактивном, вовлекающем обучении, поэтому будьте уверены, бокс, который мы с ними для вас подготовили, будет очень увлекательным и эффективным, если вы им займётесь. А заняться им лучше всего сразу после просмотра этого ролика. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду и говорите. Не стесняйтесь. 100% населения страны, вот буквально 100% исповедуют вуду. Это он, это он. Это он, который построил это. Это он. И... Как сказать? Вот здесь, у нас есть портал. Это он. Да, это он. Вот здесь у них... Ага. Вот здесь у них... Вот здесь у них... Алтарь, Ван. Вот здесь у них. Он говорит лучше. Ага. 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 Курит, так. Ага. Ты мне скажешь, я хочу купить, я хочу донать, ты мне живешь, ты можешь увидеть фильм. Ты можешь увидеть. Ты можешь увидеть это. Сюда, сюда. Вот это я удивительно попал, честно говоря. Молдатый поляки. Турч onder зелёную пищу. Убилетанный сладкий поляки. Турчок. 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 Я, это Фудун. Я, это... Это маэд, это маэд, это маэд. Это маэд, это маэд. Аааа, окей. И почему два? Де? Это два жюмот. Они жюмот. Они жюмот. Так вот, история в чём? В том, что Бенин — это страна, в которой чаще всего в мире рождаются близнецы. Их здесь, естественно, почитают. И есть удивительная традиция, что когда один из близнецов умирает, то как бы в замену ему делают куклу. Просто, просто деревянная кукла, которую одевают, как этого близнеца. Называют таким же именем. И, в общем, либо мать, либо второй близнец всю оставшуюся жизнь за ним ухаживают. Они носят его с собой, они его моют, они с ним разговаривают, они его кормят, они за ним всячески ухаживают. И вот он проживает всю последующую жизнь вместе со своим братом или своей сестрой, ну, или с матерью. И я видел, мне посчастливилась чистая удача увидеть девушку на рынке, которая ела, и у неё рядом с тарелкой стояла такая кукла, и оказалось, что это её умершая сестра-близнец. И да, там, 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 там. Там есть часть в голове, там, там там. Там есть часть, тарелку, ты мем, там, там. Там всё на голове и на меня поправка шеф, и ты рву на камеру. Тиви, ты жалю? Ага. Ага. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Какие-то тут сложные правила, возможно, эта качеля была платной, а я не подозревал, ладно. Это был парк развлечений частный. Интересная здесь еще история про идентификацию людей, про то, как понять, кто ты, откуда ты и как тебя зовут. В общем, здесь, естественно, очень долго не было никаких документов у людей, ни паспортов, ничего подобного, чтобы понимать, какому роду принадлежит человек, откуда он, из какой местности, из какой деревни, из какого племени на лица наносились шрамы. И вы видите, вот я к людям подхожу, с ними разговариваю, у большинства есть на лицах шрамы, на щеках чаще всего, иногда на лбу. Это все как бы заменяет паспорт. Так, поминки вот здесь, ладно, не буду снимать, чтобы не раздражать никого. Короче, да, это все заменяет паспорт. И всегда можно увидеть человека и ничего не спрашивая, вообще сразу понять, вот кто он и стоит ли с ним иметь дело. С именами еще интереснее. Не только в Бенине, вообще вот здесь, на этом побережье, есть традиция называть детей либо порядковым номером, просто вот первый, второй, первый мальчик, там вторая девочка, или днями недели, или днями недели, в которой ребенок родился. По дням недели действительно называют, и даже Коффи Аннон, бывший генсекретарь ООН, который родился в Гане, его имя переводится как Пятница. То есть, помните, Пятницу Робинзона, вот генсек ООН, у него, его тоже звали Пятница. Так, идешь по улице, опять кто-то зовет. Бон джоу. Бон джоу. Как дела? Это фото? Нет, нет. Это что? Видео. Наверное, основа меню местного бенинского – это ямс и касава. Оба растения – это корнеплоды, вот такие, похожие чем-то на картошку, бывают очень разного размера. И что с ними делают? Они внутри выглядят вот так. Вот это все перетирается в мелкую такую муку. Мне кажется, здесь готовят как раз… Вот вы видели, да, место, в котором как раз таки делают из всего муку, из кукурузы, из риса, из касавы и из ямса. Вот так это выглядит. Очень, очень просто. Перемалывают, потом продают это все. И потом эта мука смешивается с водой и взбивается в ступе очень долго, тщательно и получается в итоге что-то вроде теста или пудинга. В общем, получается такая масса, которая употребляется в пищу как основа. Это основа местной кухни вместо хлеба, вместо гарниров, вместо всего. Берется просто… Называется это фу-фу. То, что получается, это масса. На вкус фу-фу как бы, ну, далеко не фу, не совсем фу, скорее такое безвкусное. Поэтому пока к нему ничего не добавишь, как бы особо ничего про него и сказать нельзя. Нашел мужика, который какое-то искусство из металла создает, мне кажется. Вау, вот это да. Не смотрите на сварку, ребята, нельзя. Но посмотрите, что он делает. Короче, вот чувак делает из металла искусство. Здесь внезапно просто красивые велосипедисты. Но вот это разве не произведение искусства. Просто посмотрите. Глубокий колодец. Дети с меня угорают. К колодцу приделана канистра, из которой воду набирают даже не ведро. Это значит, что водопровода в домах нет. Что интересно, здесь был ведонок… А вот, вот бежит ребенок-альбинос. Вот, посмотрите, какой красивый. В Африке, что интересно, довольно часто встречаются альбиносы, то есть люди, у которых вся кожа абсолютно белая, у нее нет пигментации, все волосы абсолютно белые, и брови, и ресницы, все-все-все. И как вы понимаете, для африканцев это довольно странно. Много в каких странах африканских их считают, как бы, не то детьми колдовства, не то чем-то, в общем, нехорошим. И, например, в Кении, в Уганде их приносят в жертву, их используют в колдовских ритуалах, на них охотятся, их крадут, их продают. В общем, поэтому родители, у которых такие дети рождаются, они стараются их прятать, чтобы с ними не случилось ничего плохого. Я спрашивал про это здесь, в Бенине. Мне сказали, что здесь таких проблем нет, что в Бенине, как бы, с ними все хорошо. Ну, видим, ребенок бегает по улице, гуляет, никто его не прячет. Злой, злой мужчина меня требует к себе. Нет, не такой уж он злой. Хотел селфи просто. Селфи? Я не говорю французский. Спасибо. Спасибо. О, вау, я нашел магазин с кино. Здравствуйте. 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 Вы говорите английское? Да, я английский из Найгерии. Ты из Найгерии? Конечно. Вау, и это все из фильмов из Найгерии? Конечно, из Найгерии. О, Бенин граничит с Нигерией. В Нигерии расположен Нолливуд, насколько я помню он называется, то есть нигерийский Голливуд. Огромная киноиндустрия, которая снабжает фильмами всю Африку, западную как минимум. Так, вы продаете их на CD? Да, у меня CD. Так, какие фильмы популярны здесь, в Бенин? Какие фильмы? Про что? Про традиционные фильмы. Про традиционные фильмы. Про культурные фильмы. Про культуры. Очень популярные фильмы. А именно эти фильмы про любовь или про меня? Приму? Да, да, да. Кримина, родственные истории, и там есть традиционные и исторические фильмы. Мы не saga нового тренировка. Вот это, вы знаете, это традиционное, что-то. То есть это про Вуду? Да, Вуду, да. Вот это. Вуду. Вот это. Вот это. Вот это. Это родственник. Вот это, это родственник. Вот это, вы видите? Вуду или что-то. Вуду? Да, вот это. Я не люблю его. Я не люблю его. Купил бы, честно говоря, диск как сувенир, но проблема в том, что некуда вставить диск. Нет давным-давно CD-ROM. Здесь до сих пор можно купить видеомагнитофон, DVD-плееры, кассетные магнитофоны. Вот. И комп с огромным толстым монитором и дырочкой для дискет. Я даже не уверен, что большая часть моих зрителей знает, что такое дискеты и вообще видели когда-нибудь вот такие компы. Но вот посмотрите. Здесь, видимо, ими еще кто-то пользуется. Надеюсь, вы уже поняли, какую услугу предлагают. Можно видео и музыку переписать с компано в лешку и обратно. Красиво? Да. 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 Как вы это делаете? Да? Да? Да. 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 Так, сейчас попробуем. Я не знаю, как... надо понять технологию. Значит, откусывается уголок пакета. Я при них выпью, чтобы люди посмеялись. Максимально осторожно. Так. Ааа, у меня получается. Если смотришь путешествие на моем канале и думаешь, что хотел бы так же, то погнали вместе с нами в приключенческие туры от «Хочу домой». Вы можете поехать в Иран вместе с нашей командой и узнать эту страну так, как я делаю это в «Хочу домой». Мы повезем туда за приключениями группу туристов. Сейчас Иран – это невероятный образец того, как восхитительные смелые люди борются с жестоким режимом, и такая поездка для всех нас – это важный, вдохновляющий пример. Вы не просто познакомитесь с древней культурой, богатыми традициями, удивительной природой и самыми гостеприимными на свете людьми. Вы увидите своими глазами, как эти люди пытаются поменять то, что кажется поменять невозможно. Как они выходят против жесткой диктатуры. В этом мы с ними очень похожи, и нам есть чему у них поучиться и чем вдохновиться. Исследуйте Иран в период исторических перемен, так как я делаю это в «Хочу домой», но безопасно и без проблем. Все подробности о поездке читайте по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Там же можно оставить заявку на участие, и с вами свяжется менеджер, чтобы ответить на все ваши вопросы. А еще у нас есть приключения в Пакистане, Иране, Боливии, Эфиопии, Грузии. В общем, смотри полный список наших путешествий, все подробности и оставляй заявку по ссылке в описании под роликом и в закрепленном комментарии. Так, тут у нас что? Что происходит? Маниэксчэндж. Что ты делаешь? Маниэксчэндж? Да, это все. Ааа, хорошая работа. Нет, я не знаю. Вот такие обменяющие ребята. Красиво, красиво. Извините, извините. И это, наверное, хорошее место, чтобы рассказать вам немного о рабстве, потому что Бенин – это одно из центральных мест, связанных с историей работорговли. Бенин находится на вот этом невольничьем берегу, невольничьем побережье, с которого, в общем-то, и отправляли рабов в Северную и Южную Америку. Отсюда увезли больше десяти миллионов рабов. Больше десяти миллионов. Вы можете представить себе, какой масштаб. Все местные любят рассказывать, сколько стоили рабы. Они, значит, все, как мантру, повторяют, что за одну курительную трубку давали пять рабов, а за одну пушку, ну, военную, с которой стреляют, давали или 15 очень сильных мужчин здоровых, или 21 девушку-девственницу. И если в представлении, наверное, большинства людей, да, складывается картина, что это вот европейцы прям приезжали, захватывали местных людей силой и увозили куда-то. Реальность не совсем такова. Реальность такова, что рабы существовали в Африке задолго до прихода европейцев. Это было в местной культуре. Всегда короли одной местности воевали с другими королями, захватывали военнопленных, и потом этих военнопленных не убивали, а с ним, в общем, оставляли себе в качестве рабов. И рабов всегда у всех было много, они постоянно переходили от одного короля к другому и так далее. И с приходом европейцев местные короли начали этих рабов своих продавать европейцам. То есть европейцы ни на кого здесь силой не охотились. Как раз-таки наоборот, осознав, что на этом можно делать деньги, местные короли, особенно вот догомейские, совершали набеги на соседние страны и на другие племена специально, чтобы захватить рабов и потом их продать вот британцам, французам, португальцам. То есть местные короли прекрасно понимали, что на этом можно делать хороший бизнес, и они его делали. А европейцы рождали спрос. То есть я, конечно, не говорю, что тут европейцы ни в чем не виноваты, не пытаюсь их обелить и сказать, что все вообще не так и не тех мы обвиняем. Нет, все это ужасная, отвратительная история. Но, мне кажется, важно сказать, что, в общем-то, тут роль африканцев самих же в истории работорговли очень большая. Невероятно большая. И есть интересный факт, с этим связанный. Президент Бенина Матье Кереку, долго был президентом, уникальный человек, я про него еще расскажу, он в 99-м году был с визитом в США, пришел в церковь в городе Балтимор, встал там на колени и принес извинения за то, что африканцы, бенинцы в частности, представители его страны, сыграли такую отвратительную и такую масштабную роль в истории работорговли. Все были очень сильно удивлены. Так вот, хотел рассказать вам про президента Матье Кереку. Уникальный персонаж, потому что, в общем, в чем история. Дагомея, будущий Бенин, получила независимость от Франции в 1960 году. И, как и полагается, в Африке начались сразу же военные перевороты, бесконечные конфликты, голод, насилие, все вот это прочее. И за 12 лет здесь произошло 6 военных переворотов. И в 72-м году очередной военный переворот совершил Матье Кереку и стал президентом. Сначала он, значит, объявил, что тут какой-то будет свой особый путь, великая догомейская какая-то цивилизация и так далее, свои духовные верования, все такое супертрадиционное. Но не особо это работало, потому что под это сложно было найти западных партнеров каких-то. И он обратил внимание тогда, ну, капиталистических я имею в виду, он тогда обратил внимание на коммунистический блок, объявил, что начинает строить, значит, коммунизм, и Бенин стал народной республикой, коммунистической, вот, стал дружить с Советским Союзом, и все у него, значит, стало хорошо. Здесь до сих пор есть площади Ленина в городах, правда, памятники уже там снесены, никакого Ленина не стоит, осталось только название. И вот, по ходу дела он, короче, у власти оставался 19 лет, то есть может показаться, что стандартный африканский диктатор, но нет, он, значит, по ходу дела несколько раз менял свой вектор, принимал ислам, там, под покровительством Муаммара Каддафи, потом, значит, от ислама отказался вернуться в христианство, все это время продолжал оставаться, естественно, вудуистом, вот, потом, значит, в какой-то момент понял, что все, значит, хватит с коммунизмом играть, и в 89-м году объявился в демократию и начал строить рыночную экономику, вот. А в 91-м году он проиграл выборы, и здесь самое неожиданное для африканского диктатора, проведшего власти 19 лет, он просто ушел. Он не стал силой держать власть, не стал устраивать перевороты и войны, он просто ушел. А потом в 96-м году на следующих выборах он снова победил и снова пришел к власти. А потом в 2001-м году на очередных выборах он опять выиграл, но Конституционный суд решил, что хватит, типа, хватит ему уже сроков, пора ему в отставку. И он что снова сделал? Он снова согласился и просто ушел в отставку. И все на этом. И, в общем, никакой крови не провелось, ничего не случилось. Бенин много десятилетий уже живет мирно, тихо и спокойно. Вот такой уникальный был здесь чудесный коммунистический диктатор. Ну что, такая вот невероятная страна Бенин. Пишите в комментариях, что думаете об этом всем. Это очень интересно обсудить. Не забывайте про лайки, подписки, колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео. Это был Леня Пашковский. Хочу домой из Бенина. Пока.